Приветствую вас, и вы знаете, то, что я вам скажу, будет на самом деле, ну, не знаю, насколько кратко, но я постараюсь как можно более лаконично показать вам, какие у вас проблемы. Значит, первая проблема – это то, что вы уверены в себе и очень зависите от своего внешнего вида, в любом случае, именно внешний вид определяет вашу успешность, ваши намерения, вашу деятельность и так далее. Зависимость человека от внешнего вида, своего вида – это всегда комплексы. То есть, если вы себе нравитесь, вы делаете какие-то вещи, если вы себе не нравитесь, то вы, соответственно, ничего не делаете. Это комплексы, комплексы навязываются обществом, это общественное мнение, это стереотипы общественные, которые у вас имеются, и на основе которых у вас образуются установки, негативные смысловые установки, что и опосредует такое вот поведение. Соответственно, над комплексами вашими нужно работать. Вот. Мы именно поэтому и в интимной жизни расслабствуемся не можем, потому что наверняка вы думаете, что недостаточно красиво, и там, и так далее, и так далее, и так далее. Это первое. Второе. Это модель женского поведения и взаимодействия с противоположным сполом. То есть, вы говорите, что с мужчинами у вас не получается, вы… как-то вот у вас… Срава мне довольно отыскание получилось с этого. То есть, с одной стороны, вы вроде бы ходите в секс, секса с ними. С другой стороны, вы говорите, что… как бы две при встрече – это… Мало рано, действительно, это мало рано, но, опять же, мало рано, смотря для каких целей. Если что-то серьезное с мужчинами, то да, но серьезное – это не связано с сексом. На начальном этапе, по крайней мере, сексом – это не связано. Знаете, отношения с мужчинами, если вы хотите их построить серьезными, отношения с мужчинами – это не секс. Отношения с мужчинами – это духовная связь, это общие интересы, общие взгляды, общие возможности для, скажем так, ну, реализации ваших интересов, это общие взгляды какие-то, это просто что-то общее, да, общение, это взаимодействие. Если мужчина вас торопит в плане секса, то либо вы выбираете таких мужчин, опять же, просто подсознательно, и, опять же, тогда вопрос, для чего вы это делаете, почему вы выбираете подсознательно это, либо вы просто-напросто встречаете тех, кто не заинтересовались с вами в каких-то вот таких, знаете, серьезных отношениях. То есть именно серьезных отношений, чтобы вы вот это правильно понимали. Серьезные отношения. Серьезные отношения – это отношения именно, когда секс на втором месте. Это не главное, секс, подобного рода отношения. Вот я хотел бы, чтобы вы вот это вот как-то постарались для себя понять. Далее, значит, далее, что я хочу вам сказать. Похудеть, значит, похудение и переедаться. Значит, если дома вам не по себе, то, соответственно, для этого есть причины. То есть вот у того, что вам дома не по себе, а есть причины. Эти причины не в том, что вам скучно. Это причины не в том, что вам, там, нечего делать, там, или что-то еще. Нет. А это немножко другое. Что-то вам неприятно дома связано с тем, что вы не чувствуете себя в этом доме, знаете как, вот таким, ну, условно говоря, условно говоря, свободным человеком. Вот. Дома вы не чувствуете себя свободным человеком. И, отсюда у вас, соответственно, возникает проблема такого типа, как раз, что дома вы начинаете... Вы, возможно, чувствуете себя дома недостаточно значимой, эээ... Ну, в личностном плане, да, то есть к вам, там, и... Отец, как я понял, не прислушивается, и отношения у вас с ним не очень хорошие. Ну, и, наверное, есть еще какие-то раздражающие факторы, которые вам мешают. Соответственно, эти моменты, эээ... вот как раз эти моменты... Эээ... их и, эээ... нужно, вот, эээ... сами разбирать. Эти моменты, как раз. О которых, эээ... я говорю... Так, почему вам не комфортно дома? Эээ... значит, эээ... И так далее. Эээ... Когда вы говорите о том, например, что вам скучно, эээ... Когда вы говорите о том, что вам нечего делать, вы, по сути дела, применяете избегание. То есть вы... вы... Бежите от... Бра, блин. Твои. То есть вы говорите, у меня много идей, но мне скучно. Если у вас много идей, и вам скучно, значит, вы не организуете должным образом эти самые свои идеи. Должным образом вы этого не делаете. У вас есть идеи, но из этих идей нет цели. Из этих целей нет задач, а значит, нету и четких представлений о том, эээ... что вам делать. То есть, условно говоря, у вас нет какой-либо эээ... довольно четкой эээ... структуры вашей деятельности. Что вы будете делать? Как вы будете делать? Почему вы будете делать? И в какие сроки вы будете делать? Здесь когнитивная терапия вам поможет. Идею вам есть. Из идей нужно формировать цели, из целей нужно формировать задачи. И вот задачи выполняют постепенно. Если вы хотите сделать ремонт, эээ... в своей комнате, например. И... и... в квартире. То... совершенно непонятно, почему вы обращаетесь с этим к своему отцу. Но это же вы хотите. Вашему папу, как я понял, все устраивает. Эээ... вашему папе, как я понял, все нравится. Соответственно, он и не хочет, чтобы это менялось. Он и деньги тратить не будет, у него нет большого, большого жевания на дождь, чтобы делать ремонт. А вы, если хотите это делать, то вам с самого на этом заниматься. И начать ли у нас с того, чтобы заработать денег на ремонт своей квартиры. Ой, своей комнаты. Но при этом вы не хотите работать, потому что не любите общаться с людьми. Здесь у вас тоже как бы возникает конфликт интересов. С одной стороны, вы хотите иметь деньги, но с другой стороны, не хотите работать. И работаете, как я понял, свободным образом, не получая при этом достаточно средств для того, чтобы реализовать свои цели. И не работая, потому что вам не нравится общаться с людьми. Простите, если вы хотите работать, если вы хотите зарабатывать деньги, например, то совершенно не важно, нравится вам общаться с людьми или нет. Когда человеку нужны средства, он просто берет и начинает работать. И все. Так, взрослый человек отличается от, ну, от еще не до конца зрелой личности. И я верю, что вы зрелая личность, просто, может быть, ну, не совсем привыкли к тому вот, что вы уже взрослый, что вам, в принципе, нужно действовать определенным образом. То есть не ждать от кого-то что-то, а именно действовать. Сам надеюсь, что этот момент вы для себя пытаетесь понять. Далее. Следующий важный момент. Это момент такой, что вы, как бы, пишите о том, что вот, я нас, соответственно, как бы, переедал постоянно и так далее. Для того, чтобы не передать, вот, чтобы этого не происходило, вам нужен стимул, вам нужен мотив, вам нужна цель, для которой вы бы, вы бы, на которой вы бы это делали. Вот то, что вы делаете, для которой вы бы стремились что-то делать. Понимаете, о чем идет речь? Я хочу, чтобы вот это вот вы для себя поняли. Пока у вас нет цели, пока у вас есть все вот эти комплексы, скорее всего, вы не похудеете. Потому что, действительно, еда – это второстепенность. Действительно, еда – это не главное. Здесь вы правы. Но, понимаете ли вы, почему так происходит? Вот. Хотя, последняя информация, скорее, не ко мне, а к диетологу, это, скорее, информация, не несущая в себе никакого психологического назначения. Данные и так далее – это особенность вашего организма, вашего пищеварения. Пищеварительный процесс. Вот. Ну и, собственно, сладкое, которое вы хотите есть, это, опять же, средство для получения эндорфинов, для получения положительных, по сути дела, эмоций, для положительных впечатлений. Вот. И, соответственно, если вы, вот, тогда вы куда-то ездите, вам есть не хочется, вам голос нравится, поэтому вы чувствуете себя активным. Но проблема заключается в том, что вы, как бы, зависите от себя в данном количестве. то есть, если вы, если вы зависите от внешних фактов, которые у вас есть, то, соответственно, это делает вас не свободным. Вот, я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос, в принципе, моя коллега здесь написала, что «Ваши неприятные ушибят один из симптомов аутоагрессии, как одной из форм социоциального настроения и пассивной инфантильной жизненной стратегии, как все формируются в подростковом возрасте». Значит, ну и, в принципе, насколько это правда нужно решать уже с вами в процессе, пока я высказал вам то, что с вами происходит попунктно. Надеюсь, что вам это поможет и надеюсь, что вы благодаря этому отознаете у тебя какие-то новые вещи. Пока я с вами вращаюсь, надеюсь, что мой ответ вам помог хоть немножечко. Если у вас остались ко мне вопросы, я буду рад помочь, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok